июля 2018 года зацвела картошка сур джуковский ранние вот это место у нас приподнята было песком торф весь был выкинут туда песок боровой забит торф обратно был засыпан вот здесь картошка нормальный а вот здесь здесь песку еще не хватило здесь не поднято это место и вот такая разница картошки какая здесь и какая здесь и здесь тоже также здесь поднята воды это место а здесь нет короче здесь песок свою функцию выполнил как дренажа а здесь все утонуло тошно про влагу все здесь стояла и вот так вот листики заболели такое вот заболевание на листиках от сырости это фиолетовая картошка она попозже здесь сорт тима белая распустилась тоже вся в воде стояла ну вроде как ничего выправляется здесь астерекс сорт картошки тоже зацветает тоже потихоньку восстанавливается здесь загадка картошка сорт такие цветочки у нее распустится потом посмотрим так здесь у нас гала сорт гала белая картошка тоже зацвет вот эти четыре ряда это скарлетт скарлетт вообще было я думаю она даже не выйдет а ничего потихоньку вылезает выправляется а чародеи меня как всегда радует цветет прекрасно всех и холода дожди выдержал молодец но мы сюда конечно силоса побольше положили потому что здесь место место очень низкая было это поздняя картошка но похоже это загадка потому что внешне она очень похожа на загадку но потом посмотрим сравним как и чего это нам алёша сосед дал картошку растет а это чародей тут вылез осталось картошка видно пропустили в загадке ну ладно ее не перепутаешь она белая а загадка она розовая такая долговатой картошки так ну чего здесь рождественский рождественский он как бы поздний считается он еще не цветет сорняк выдернем заодно не цветет рождественский так а романа романа начинает зацветать этот сорт романа разница какая вот сорт романа идет это рождественский рождественского рождественского даже ботва короче листья крупнее а у этих листьев мельче ну вот 19 июля зацвела у нас картошка но пока еще не все ну это я уже сказала это тима ну а здесь надо поднимать все возможно оттуда вода вся шла и сюда все как раз в этом месте все и стояло как замок получился комары на вот так она от сырости вот такое у нее заболевание так вот листья скрутились вот некоторые веточки вроде ничего а некоторые пострадали от сырости вот так вот 19 июля распустился вербейник вот такой желтенький веселенький декоративный тысячелистник покупала желтый 4 года ждала распустился вот такой желтенького нету опять не повезло вот лепина уже цветает коровяк скипертовидный распускается вот так он выглядит тоже лекарственное растение мальва распустилась двух цветов розовенькая и беленькая вот это беленький колокольчик скученный вот такой мальвочка здесь я старалась садить светлые цветы потому что здесь теневая сторона, чтобы немножко высветляло. Вот здесь колокольчик скучный. Вот у меня два сорта, беленький и сиреневый. Очень хорошо высветляет. Здесь была еще остильба белая, но она не выдержала заморозков. Погибла. Здесь астра многолетняя. Синенькими цветочками будет цвести. Но она потом растягет, наверное, распустится. Да, в прошлый год она из-за такого лета даже не успела распуститься. Водосбор распустился. Новый сорт. Такой цветочек. Сам сиреневый, темно-сиреневый. И белая кромочка, и середина лепестка сиреневая. А на видео, наверное, будет голубой. И Данечки у нас теперь нету. О, приобрел вот такой звоночек. Китайского производства. Здесь кнопочку нажимаешь, а в доме звенит колокольчик. Мелодий много. На батарейке. Шнура не надо. Пока висит, не украли. А там видно будет. Кромкость регулируется. Все там. Мне понравилась штучка. Игрушечка очередная, китайская. 22 июля. Распустился ирис. Сибирский махровый. Вот так он выглядит. Четыре года я ждала, когда он распустится. Вот два цветочка. Это один цветочек. Вот это второй. Вот это один цветочек так цветет. Ну, конечно, думала, что будет поинтереснее. Четыре года ожидания. Что бы зацвел. Вот этот кустик небольшой. Было у меня высажено несколько сортов. Вот только один зацвел. Вот этот куст. Вот тут еще высажено несколько штук. Вот здесь высажен куст. Ну вот. Ожидание. Ну, конечно, тут у меня немножко разочарование. Ожидала, конечно, я большего. Ну, ладно. Пусть существует и он. Раз выжил, значит, молодец. Вот кустик. Вот еще один распустится. Скоро. Мне интересно, два бутона вместе сразу. Вот здесь два бутона. и все, и все, и больше нету. И здесь два бутона вместе. И больше нету. Какая особенность интересная. Это особенность интересная. Обычно здесь в пазухе еще бывают, а тут ничего нету. Вот вы истинно говорят, живешь и удивляешься. Никогда не думала, что календулом может быть многолетником. А сей, говорит, у меня вот такая картина. Сейчас я покажу куст. Где-то у меня тут. А, уже. Прижился. Вжился. Вот. Вот видите, черенок от прошлогоднего куста. А вот это уже пошли новые приросты. Никогда не думала, что календула может такое действие совершить. Стала ее выдергивать. Вот часть выдернула вот здесь. Выкинула. А эту часть не успела выдернуть. Тут очень сыро было, думаю. Да, вмерзла была земля. Думаю, ладно, оставлю. Потом, как посмотрела, господи. У нее со спящих почек пошли побеги. Ночью его оставила. И вот, смотрите. Вот это прошлогоднее. Календулы вот у нее. Пеньки. Прошлогодние. И вот так. Так что. Такое свойство у нее может быть. Он швешь и удивляешься. Я ее выращиваю уже 30 лет. Ну, львиный зев, да, я согласна. Он у меня зимовал. И цинерария зимовала у меня все. Они на съездщик вот сходили. Это я знала, что многолетники. Ну, что, календула может быть двулетником хотя бы. Это для меня удивление. Отцветают пионы. Уже осыпаться начинают. Вот такие у них. Семеники выламываю, чтобы они не брали на себя питание. И чтобы корни лучше вызревали. Вот все они у меня оторваны. Семеники. Семенные коробочки там были. Вот эти последние распускаются. Отцветают уже. Тут так и не смог распуститься полностью. Все на солнце выгорели. Шара. Стали белые вместо розовых. Вот такая петунька распустилась. Как я уже говорила, я рассаду не выращивала. В апреле посеяла в горшок в теплице. А потом просто разделила, рассадила и все. Ну, получилось, конечно, тоже считается, что это рассадный способ. Но раньше я садила чуть ли не в январе. А теперь не буду. Теперь в апреле посажу и все. Раннего цветения мне от нее не надо. А так в самый раз. Пусть до самых морозов цветет. Так, и здесь у меня лютики. Лютики у меня взошли. Тут что-то пожелтел. Загнил, наверное, на сырости. Так, и анимоны. Анимоны садила тоже. Несколько кустиков. Взошло только два. Нет, три. Вот раз, два и три. Как я их обрабатываю, у меня там видео есть. Я засняла. И вот результат. Рассады я не делала. Прямо посадила в грунт. Потому что через рассаду мне не понравилось выращивать. Последние пионы распускаются. Вон еще один остался. Но он, наверное, вряд ли распустится, потому что весь подсохший вверх у него. Вот такие прелести. Вот такие прелести. Сейчас у нас очень тепло стоит. И запах из соли это идет. Потому что у нас не выгребная яма, а горшок там стоит. И вот купила такой биоактиватор. Пока ничего не говорю про него. Вот так он выглядит. Вот так он выглядит. с домиками и туалетами. Биоактиватор для дачного туалета. Био 600+. Инструкцию сейчас не читаю. Это не является рекламой. Это просто жизненная необходимость. Потом скажу, каков эффект. Понравилось мне это вещество или нет. Этот биоактиватор. сегодня буду его использовать для разложения туалетных в общем отходов жизнедеятельности человека. Вот такая травка у нас выросла. Так, называется она Цитронелла. Пряно-ароматическая. Сейчас продегустируем. Очень горькая. Как перец. Ну да, есть привкус немножко лимонный. Такой, как у мелиссы. Или вот базилик лимонный. Но базилик приятнее на вкус, чем это. Как с перцем. Ну, я бы сказала, так себе. Восторга я не испытала от этого растения. Ну, ладно. Пусть растет. Существует. Имеет право. Раз выжила. Ароматическая. Пряно-ароматическая. Ладно. Посмотрим, как ее применять. высаживать ее, не высаживать. В открытый грунт интересно, она зимует или нет в наших условиях. Или домой увезти. Зимовать в горшке. Ну, ладно. На это я еще не решила. На это я еще не решила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова